МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За что наградили Самарскую локомотивную бригаду и где молодые специалисты Куйбышевской железной дороги привели в порядок мемориал. Внимание! Дневной экспресс отправляется через 15 минут. Дневному экспрессу Самара-Пенза исполнился один год. Отправление юбилейного рейса превратилось в настоящий праздник. На первой платформе железнодорожного вокзала Самара для пассажиров была подготовлена яркая развлекательная программа. Выступления артистов, конкурсы и призы. Значимым событием этого дня стало награждение 150-тысячного пассажира Дневного экспресса. Покупателем счастливого билета стал пейзенец Роман Ковалишин. Начальник Куйбышевского филиала АОФ и ПК Александр Попов вручил ему именное свидетельство, подтверждающее его статус, ценный подарок и бесплатный билет на Дневной экспресс. Поезд очень хороший, все отлично, хороший сервис. Вам большое спасибо. Пути следования пассажиров Дневного экспресса также ждали приятные сюрпризы. Праздничный дизайн поезда, развлекательная программа и бесплатные угощения. Экспресс Самары-Пенза, появившись год назад, сразу привлек к себе повышенное внимание. Непривычное дневное расписание, высокая скорость и низкая цена билетов гарантировали составу успеху пассажиров. Комфортно, потому что ребенок может побегать, поезд очень хорошо едет, не трясется. Ну, то есть безопасно достаточно. Во-первых, очень быстро. Мы живем в Сырине, едем к детям, в Самару. Просто прекрасно. Час сорок и все. Комфортабельные вагоны нового поколения отечественного производства оснащены мягкими креслами, биотуалетами, системами кондиционирования воздуха и аудио-видеотрансляции. В самом начале курсирования у дневного экспресса было четыре остановки на станциях Чапаевск, Сызрань, Кузнецк и Чаадаевка. По многочисленным просьбам пассажиров, в течение года скорому поезду было назначено еще три дополнительные остановки. При этом время в пути было даже сокращено. Это потребовало от персонала экспресса почти спортивной подготовки. Поезд отличается короткими стоянками. Мы успеваем за стоянки одну-две минуты уложиться в количество 50-70 человек. Успеваем от работы на это в течение года было все. Проблем у нас не было никогда, задержек поезда не было. Максимальный рекорд на стоянке по Чапаевску был 115 человек за одну минуту без задержки в составу. Время в пути от Самары до Пенза не превышает четырех с половиной часов. Стоимость билета составляет около 700 рублей. Федеральной пассажирской компании и РЖД пришлось много потрудиться, чтобы добиться таких потребительских характеристик этого состава. Следующий этап – это вагоны для сидения в двухэтажном исполнении. О чем мы говорили, не обещая в этом году, но в следующем году мы обязательно и вы поедете на двухэтажном вагоне. Причем они сейчас уже эксплуатируются. Появление год назад этого поезда дало толчок к развитию целой сети дневных экспрессов, связывающих региональные центры. 10 июня отправится в первый рейс новый подобный состав по маршруту Уфа-Самара-Саратов. На Куйбышевской железной дороге прошло расширенное совещание по повышению безопасности движения и подготовке к летним пассажирским перевозкам. Вице-президент ОАО РЖД Шевкет Шайдулин подчеркнул, что главное сегодня – это повышение качества работы. Качество определяется не только графиком движения поездов или предоставления вагона, а прежде всего – обеспечение удовлетворенности клиентам соответствующими услугами работы железнодорожного транспорта. Именно стандартами оказания услуг, которые должны стать приоритетом в нашей работе. На заседании знаками почетный железнодорожник была награждена локомотивная бригада Самарского эксплуатационного депо. Машинист Евгений Ежов и его помощник Константин Савочкин, управляя пассажирским поездом, увидели деформацию дорожного полотна и экстренно затормозили. По итогам разбора ситуации комиссия отметила, что оперативные действия локомотивной бригады были единственно верными и позволили предотвратить возможные тяжелые последствия. На таких специалистов должны равняться все железнодорожники. Отец работал машинистом, потом работал в отделении дороги, и я пошел по его стопам. Машинистом может быть не каждый человек. Надо как-то, может быть, даже родиться с этим. Ну и если принял свое решение, то нужно уже следовать ему до конца. Потому что все инструкции наши, они написаны, так сказать, кровью, и нужно всегда следовать ему. Уважаемые пассажиры, помните, железная дорога – территория чистоты. Конец апреля – время традиционных субботников. На уборку Самары вышел весь состав Куйбышевской магистрали. На своих рабочих местах остались лишь те, кто обеспечивает непрерывность перевозок. Надо привести город в порядок, чтобы было аккуратно, чисто, чтобы потом приятно было жить в городе. Для этого мы и выходим на субботник. Субботники на железной дороге давно стали привычным делом, традицией от которой не собираются отказываться. Между прочим, самый первый субботник в истории России состоялся именно по инициативе железнодорожников, работников ДПО «Москва-сортировочная» в 1919 году. Тогда они за 10 часов работы отремонтировали три провоза. В этот раз локомотивы не ремонтировали, а убирали мусор. Мы с веселым, бодрым настроением выходим на субботник, чтобы помочь городу стать чище, чтобы пообщаться с своими коллегами, друзьями. В рамках месячника по благоустройству на Куйбышевской железной дороге особое внимание уделяется памятным местам, посвященным Великой Отечественной войне. Молодежь магистрали привела в порядок мемориальный комплекс в поселке Алексеевка Самарской области. Монумент солдатской матери Просковьи Володичкиной и ее сыновьям, погибшим на войне, находятся недалеко от железной дороги и РЖД уже несколько лет шефствует над этим местом. В прошлые годы здесь были высажены деревья и благоустроена территория. Есть уже традиция, когда каждый год приезжают, вот ребята расскажут, что три года назад приезжали, в каком состоянии был склон, и постепенно вычищаем, и он смотрится как со стороны железной дороги, так и со стороны местных жителей, и людей мы сюда привозим, школьников. В акции по уборке участвуют молодые специалисты, делегированные со всех предприятий магистрали. Причем, как уверяют организаторы, желающих поработать на этом памятнике было гораздо больше необходимого количества. Мы волонтеры, мы хотим, чтобы был мир чище, немножко свою толику вносим. После уборки мемориал снова приобрел достойный вид. Уважаемые пассажиры, желаем вам счастливого пути. До встречи по футболу на канале России. Субтитры подогнал «Симон»!